всем большой привет с вами илона и сегодня я вам хочу показать готовую работу от dimensions живописный моя я все-таки успела это сделать я закончила в этом месяце в июне и уже буду переходить к следующей работе о которой покажу вам попозже после того как закончила все стежки и backstitch и французские узелки я работу стирала отгладила и размер у меня работы совершенно не поменялся это те же 12 на 17 сантиметров которая была заявлена у нас на превью все мини голды они идут в таком размере 12 на 17 сантиметров сейчас перед вами остатки ниток от набора я расплела косички вы можете видеть какие ниточки получились с волнами то дело в том что я собираю нитки дименшинс потому что у меня есть пару задумок на вышивку оригинальных дизайнов от дименшинс к сожалению эти сюжеты и наборы вышли с производства поэтому я беру нитки и буду вышивать их ниточками дименшинс для меня это будет честно говоря первый опыт потому что ранее я вышивала дименшинс подбором нитками димси я в инстаграм уже анонсировала данный сюжет и наташа угадала что я буду вышивать но в общем вернемся к живописному майку и сразу скажу что здесь идут всего лишь один бленд большое количество бэкстича используется в доме в маяке в заборчике вы можете видеть сейчас поближе работу я поднесла она достаточно объемная как и весь дименшинс прекрасное небо очень такое чистое голубое морское небо невероятной красоты маяк объемные окошки получились и чайки перед вами чайки которые я выполняла также используя стежок бэкстич как и нам сказано по ключу но при этом я взяла одну ниточку делала как бы такое обвитие через каждый стежок самого проложенного стежка и они получились объемные эти чайки мне нравится итог в общем прекрасная работа и буду ее оформлять замечательная легкая работа которая мне доставила массу удовольств надеюсь что желание которое я загадала на этот маячок исполнится ну и я начала работу также о дименшинс на сегодняшний день это раритет дизайн называется нантакин трежерс сокровище природы его так называют еще либо сокровище нантакина и так как здесь в наборе должна быть канвас принта я подобрала вот такой лен кэшел 28 каунта с разводами посмотрим что получится из моей затени готовая работа должна получиться 38 на 23 сантиметра если вышивать на 14 конве но я вам показала уже ткань которую выбрала оригинальная схема мне была подарена яной яночка большой тебе привет если смотришь видео и я решила вышивать этот редкий дизайн который невозможно сейчас достать я решила вышивать на льне с разводами и полностью подобранными нитками дименшинс то есть я пересмотрела свои ранее вышитые работы какие-то остатки ниточек собрала несколько оттенков для меня нашла наташа канн и огромное за это спасибо что она откликнулась здесь уже эти задействовано 30 оттенков видите сейчас они все перемотаны на бобинки и используется 6 блендов и давайте посмотрим что у меня сейчас получилось в итоге то есть мои самые первые такие сюжетные кусочки которые я уже начала вышивать вы видите перышко цветочек гортензии и ракушка очень нежная красивая вышивается на льне кэшел перед тем как начать вышивать я лен стирала для того чтобы он все-таки дал некую усадку конечно у меня будет отличаться от оригинала ведь у меня идет ткань и лен идет с разводами просто с разводами а не с напечатанным рисунком как в оригинале еще раз давайте посмотрим с вами на обложку оригинала видите как здесь все должно получиться и на сравнение посмотрим на мою работу то есть что в итоге получается у меня вышивается легко интересно вы видите низ подоконника уже закончен практически на половину потому что я начала вышивать там вы видите в этой части немного загнута ткань но я буду продолжать продолжать все таки идти высоту и вышивать в этом видео я также покажу небольшие покупки пусть будет это интересно все в одном видео по чуть-чуть перед вами логотип магазина стич хаус которым я делаю некоторые свои покупки и я там заказывала ткань лен для дизайна от норы корбит это пермин 32 каунта называется ли он звездный сапфир дело в том что по ключу я не нашла данного оттенка и я задалась вопросами спросила у хозяйки магазина что нам не может предложить она мне предложила такой очень нежный на самом деле красивый цвет именно это отрез 50 на 70 я когда уже получила свой заказ приложила ниточки к этому дизайну это елочка от норы корбит 2008 года и я думаю что елка будет выглядеть на этой на этом линии просто превосходно насколько это красивый оттенок и а также я еще выбрала для себя вот такую схему от кати баррик перед вами одна из схем братьев птиц потому что прошлом году летом кати баррик выпустила два дизайна с птицами томас вот она сейчас перед вами и даниил но по поводу 2 птички я также думаю но вот на сегодняшний день пока что я купила эту схему покажу вам ключ здесь идет вариант в шелке и ниточках дэйси вышивается на тридцать шестом каунте на дне ручного окрашивания конечно когда я уже приготовились вышивать подробнее уже буду рассматривать и ознакомливаться и подбирать нитки ткани решено какими нитками я буду вышивать но сам не сюжет очень приглянулся посмотрите насколько насыщенный и интересный все в нем 10 цветы и птица поющая на дереве на древе таком до семейном бабочка очень прекрасно и также у меня была еще одна покупка это органайзер для бисера я покупала магазине буквально недалеко возле моего дома это органайзер от волшебной страны в магазине артмарк я подошла выбрала необходимую мне органайзер по моему здесь на 30 ячеек с орг стекло идет видео но видите что орг стекло виде крючки принципе всем известны я говорила сказала что 30 ячеек 13 ячеек конечно же когда-то я ранее уже говорила что не буду покупать органайзеры для бисера у меня есть такая коробочка пластиковая но соблазнил меня этот рисунок форма сами ячейки в общем я решила попробовать подошла к стенду выбрала там было большое многообразие на любой вкус и цвет как говорится и я для себя выбрала оптимальный вариант благодарю вас всех за внимание за то что заглянули на мой канал посмотрели видео чем еще занимаюсь в мире вышивки своем мире вдохновения возможно вдохновились на какие-то процессы я буду очень рада оставлять свои отзывы и встретимся с вами в следующем видео